Расскажите об услугах, которые сегодня оказывает Палата предпринимателей. Палата предпринимателей Северо-Казахстанской области оказывает широкий спектр актуальных услуг в сфере поддержки бизнеса и защиты бизнеса. Это и юридические вопросы, защита прав предпринимателей, снижение административных барьеров, внесение изменений в нормативные правовые акты, представление интересов бизнеса в судах. Вопросы юридического характера. Далее это экономические вопросы, сопровождение проектов по государственной программе льготного кредитования, а также импортно-экспортные операции, то есть участие в каких-то поездках. Это и вопросы продвижения товара, скажем, местного товарооборота, это как на области, так и на республиканском уровне. Есть вопросы также развития человеческого капитала, это взаимодействие, скажем, с учебными центрами, взаимодействие с предприятиями, также колледжами по подготовке кадров с профессиональным и техническим образованием. Это вопросы также по подготовке в рамках программы ИМБЕК, работа с центром занятостями, вопросы занятости в целом охватывают. Также оказывают палаты предпринимателей услуги по нефинансовой поддержке, это обучающие программы для начинающих и действующего бизнеса. Это программа поддержки сервисной, то есть уже в рамках сервисной поддержки предоставляются услуги действующему бизнесу по различным услугам. Также есть направление развития АПК, то есть агропромышленного комплекса, где наши также сотрудники работают в направлении консультации и сопровождения получения субсидий в рамках программ развития животноводства. То есть вот такую, скажем так, большую спектру услуг мы оказываем в рамках палаты. В этом году насколько активны были предприниматели в плане обращений к вам за помощью? В плане обращений, ну как вы знаете, сейчас бизнес в целом проходит такой определенный нелегкий период в этот момент. И государство старается уже здесь вопрос помочь тому бизнесу, который уже работал до пандемии. Здесь в данном направлении работа идет как в рамках, скажем, льготных кредитований, дешевых кредитов. И тех же кредитов помогали, да, с начала пандемии помогли по, скажем, расстрочке данных кредитов. То есть помогли какие-то льготные, скажем, периоды получить, это канюкулы, когда бизнес стал, не было возможности оплачивать этих же льготных кредитов. Я думаю, работа ведется большая в данном направлении. Это и по налоговым изменениям, то есть часть налога, да, отменили для субъектов бизнеса. Есть, я думаю, помощь сейчас как раз таки со стороны государства. У вас есть сервис, Атамикен сервис, да, портал такой. Он относительно недавно у вас был запущен. Вот за этот период как он себя показывает, насколько он эффективен, какие услуги он оказывает? Потому что я понимаю, что он, наверное, там на начальном этапе были не весь перечень, а сейчас, наверное, он расширился, скорее всего. Атамикен сервис сейчас также называется, это правительство для бизнеса, то есть это онлайн-платформа. В режиме одного окна предоставляются как раз таки все государственные программы, а также услуги, скажем, местных исполнительных органов, услуги центральных органов, финансовых институтов. Все это вот консолидируется в одном, скажем, в онлайн-платформе. В рамках этой платформы как и начинающий, так и действующий предприниматель может получить данную услугу с помощью АЦП. Регистрируется на данном платформе и может заказать себе услугу, как получение написания бизнес-плана, как получение льготных кредитов. Также есть возможность получить специализированные услуги, это бухгалтерские услуги, а также юридические услуги. То есть это все сейчас через онлайн, дистанционно может самостоятельно субъект бизнеса получить эти услуги на бесплатной основе. Если вот анализировать этот период, насколько эффективна эта платформа и насколько она удобна в использовании? Удобно тем, что сейчас многие услуги, даже обучающий курс мы перевели в формат онлайн, то есть сейчас в связи с карантинными мерами бизнес уже самостоятельно, дистанционно получает эти услуги. С начала года порядка 150 субъектов бизнеса получили данную услугу. Там все интуитивно понятно? Там все пошагово, все интуитивно понятно, удобно для бизнеса, то есть расписано. Если ему услуга нужна в сфере поддержки, написание бизнес-плана, получение юридического характера, полностью он по данным разделам проходит и уже пошагово получает эту услугу. Еще такой вопрос. Если анализировать все обращения, то какие вопросы больше всего сейчас волнуют предпринимателей? Больше всего предприниматели волнуют вопросы, конечно, работы сейчас в режиме карантинных ограничений. Это по предложению АШИК, то есть по системе АШИК в основном. Это и регистрация в системе АШИК. Как раз-таки палата предпринимателей предложила правительству, чтобы бизнес не стоял, работал дальше, исполняя требования для соблюдения карантинных мер. И предложила как раз предложение АШИК, чтобы бизнес мог работать, несмотря на все эти ограничительные меры. Вы немножечко затронули уже тему по нефинансовой поддержке бизнеса. Какую сейчас вы оказываете помощь и в какой форме она выражается? Как я уже ранее остановился, есть со стороны государства поддержка как финансовое льготное кредитование, безвозмездные гранты, так и нефинансовая поддержка бизнеса. В этом направлении палата предпринимателей работает в рамках двух программ. Это развитие продуктивной занятости массовой предпринимателем программы ЕМБЕК. Второе направление – проект Бастау Бизнес реализуем. И программа Дорожная карта бизнеса 2025. Четвертое направление – здесь у нас уже идет сервисная поддержка бизнеса. В данных направлениях мы работаем, у нас есть Центр обслуживания предпринимателей, где разместились специалисты с большим багажом опыта, предоставляют специализированные услуги. Это и у нас есть юристы, и бухгалтеры есть, это маркетологи на описание бизнес-плана, и специалисты по госзакупам. Также есть специалисты, у нас в каждом районе имеются консультанты по информационному обеспечению, то есть по всем действующим госпрограммам консультируют, сопровождают наших сельских бизнесменов, скажем так, в 13 районах расположены также в рамках нефинансовой поддержки, информационного характера. Вот такие услуги предоставляются в рамках нефинансовой поддержки. Насколько активно пользуются этой услугой? Если с начала года по, скажем, проекту Бастау Бизнес обучение, у нас уже прошли порядка 740 человек, на сегодняшний день также идет четвертый поток обучения. Это из категории, скажем, безработные, самозанятые населения. То есть есть у нас граждане, которые остались без работы, так скажем, но желают открыть бизнес, они могут обратиться в наши филиалы района, а также в городе Петропавловск мы находим центр обслуживания предпринимателей, и пройти курсы обучения месячных, как раз бесплатные курсы по введению бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова